Сегодня рассмотрим хлёсткий удар. Хлёсткость заключается в том, что кулак движется первым. Если мы сразу выстраиваем каркас, то это будет жесткий, тяжелый, толчковый удар. Здесь же, с расслабленного положения кулак вылетает первым. Как только доходит до нужного уровня, мы включаем работу, весь корпус. То есть, фактически, это как будто мы кидаем мячик или камень. Кинули, и по указанной траектории он полетел вперед, не вверх. То есть, нам нужно кинуть вперед, соответственно, взрывное усилие. Либо, как будто мы бьем препятствий, захлёсткиваем, и потом оно продолжает движение. Это можно делать на нижнем уровне. Можно делать наверх, в зависимости от аттестации. Ещё раз, если разложить по ступенькам. Кулак, как только он выходит, включается уже передняя дельта и вкручивание корпуса в цель. С одной стороны, сложное движение, с другой стороны, достаточно быстрое, сухое, чёткое. Точно таким же образом мы можем наносить и боковой удар. Подобно пионерскому салюту, либо, когда мы делаем захлёст для удара по затылку. Только, опять же, с продолжением движения. Не амплитудный замах. Кулак взлетает. И за счёт подбрасывания локтя идёт захлёст. Неважно, на нижнем, либо на верхнем. В зависимости от дистанции, это может быть короткое движение, 90 градусов. Это может быть больший уровень, если фактически получил кросс. То есть, стали близко. Захлёстнули, стали дальше. Получили просто. Ещё раз. Вхлёсткое движение. Захлёст, захлёст. Но! В момент контакта с целью обязательно идёт вкручивание корпуса и вложение массы. То же самое мы можем делать и с верхнего положения. Когда руки у вас сверху. Здесь же, опять же, бросаем, бросаем камень, бросаем. Не просто подбрасывая с локток, а где-то вот то есть вращение здесь. И первым, опять же, летит кулак, наш камушек. И захлёст. Лёгко втыкаем. Кулак пошёл и в нужный момент контакта идёт вкручивание, вложение массы. Таким же образом мы можем наносить и боковую ногу. Здесь подбрасывается локоть и мы создаём хлёст. Какой-то чуть сбоку. Вперёд! Не амплитуду, сухо! Ищите. Пробуйте. Промянута. ach